Всем привет, дорогие друзья! Это вокзал железнодорожный города Воронежа. У меня уже билет в Москву, вечером сегодня уезжаю. А сейчас пока что гуляем с Сашей, организатором соревнований вчерашних и позавчерашних, и с Ромой, который снимает это видео и тоже в них участвовал. Воронеж такой город, в который я когда ехал, практически не знал, что здесь можно будет интересного посмотреть. Но, буквально перед моим отъездом, один мой хороший друг, Костя Скуратов, который со мной на минуту Славы, кстати, ездил, и даже мелькнул там видео один раз, он мне сказал, что обязательно, когда я поеду в Воронеж, я должен посмотреть... Интересный поворот. Он мне сказал, что я обязательно должен посмотреть памятник котенку на улице Лизюкова. И вот сейчас я увидел автомат, в котором можно распечатать монетку с этим памятником. Вот. Ну, стоит это совсем копейки. Главное, чтобы вот два рубля были, и они у меня есть. Одну монетку я себе на память оставлю, а вторую, естественно, привезу в Волгоград Косте. Косте в этом видео передаю привет, надеюсь, он смотрит мои видео. Ну что, вот с помощью этого руля я сейчас доберусь до котенка. Вот он. Нужно, чтобы вот эта стрелочка совпала с этой, исходя из инструкции. Сначала, значит, первый пункт. Оплачиваю сувенир. Так. Интересная штука. Люблю такие штуканы. Ага. Ага. Вредно. Процесс пошел. Все, не слава богу, с первых секунд. Есть. Контакт. Так. Выбираем рисунок. С помощью труда. Я прям чувствую себя командиром корабля, который крутит скурвал. Есть. Контакт. Вот так. Что делать дальше? Опустить монетку достоинством в один рубль. Вот сюда. И прокрутить колесо автомата. Что за колесо? Ну, точно? Да. До тех пор, пока готовый сувенир не выпадет в лоток для монет. Ага. Точно. А вон монету, да, котенок будет. Одной рукой это уже тяжело. Подержите, пожалуйста, ребят. Да, конечно. Вот это иду. Так. Тяжелее-тяжелее будет. Извини меня, ты руками печатаешь. С собственной монетой. Ну, здесь шестеренчатый механизм. Где она? Вот она. Она горячей должна быть. Нет. Ух ты. Вот во что она превратилась. Там. Подожди, подожди. Покажи. Интересно. Вот теперь как монета выглядит. А там еще след от рубля. Там еще остался след от рубля, да. Ну, что, тогда еще одну монету для Кости. Так. 50 рублей, которые, наверное, он опять не примет. А там не предварительные, а обычные. То есть сначала бы... А, ну. Ой. Что, это было? Что-то? Не, принял. Все. Так, теперь поехали. Выбирай опять. Ну-ка. Дайте я, пожалуйста, держу. Можно, Мать? Давай, помогай. Давай, Саша, тоже поучаствуй. Ну-ка. Давай. Александра. Стой. Вот. Отлично. Четко. Вот такая вот будет, короче, монета. Ну, она уже одна есть такая. Ну-да. Так, что, вставляем рублик. И теперь давайте все вместе втроем крутить. Давайте. Ага, вот потяжелее пошло. Да, уже. Нет, втроем как-то неудобно. Нормально. Что-нибудь будем? Тут просто тебе снимать неудобно. Точно, я же камеру в другую руку возьму. Здесь вот. Ну что, еще одна монетка у нас тоже в руках. Ну, все. Одна достанется в гости. Ну, а вторую я себе на память возьму. Пацанам спасибо за помощь. Спасибо за то, что вообще рассказали мне о существовании этого автомата. Ну вот. Ну что, увидимся дальше. Дорогие друзья, всем привет. В этом видео хочу напомнить вам слова одной известной песенки. Несколько строчек процитируем. А ваша задача вспомнить продолжение. Начинается эта песенка так. Мы часто ездим в Африку, в Австралию, в Бразилию. Обычно самолетом, а реже по воде. Кто помнит продолжение, обязательно, пожалуйста, напишите это в комментариях. Ну, и теперь расскажу, почему я, собственно, вспомнил эту песенку. Несложно догадаться, посмотрев на то место, в котором я нахожусь. Это памятник тому самому котенку из знаменитого мультика про город Воронеж. Вот он, этот котенок, которого зовут Василий. А вот у нас та самая ворона, которая сделала его бегемотом и отправила в Африку. Вот такая вот милая красота здесь сидит. Вот. Хочется погладить этого котенка. Ходят слухи, что какой-то вандал ему оторвал усы. Ну, это, конечно, очень некрасиво, жалко. Но я думаю, что у котенка вырастут новые, даже несмотря на то, что он сделан из металла. Вот такой вот милый, красивый котенок. Ну, это на первый взгляд он такой милый. Если вы вспомните, как он накричал на собаку в мультике, то не такой уж он и милый. Ну, и та ворона, которая хотела открыть агентство по превращению. Вот она, красавица. Вот такое вот дерево, весьма необычное, напоминающее мне почему-то тоже какое-то тропическое дерево. Вот. Нет только той собачки, которую котик, котеночек, точнее, напугал. Ну, и, естественно, хочется сказать пару слов про Воронеж. Как и говорится в этой песне, в нем, в городе действительно нет гиппопотамов, мартышек и рептилий, и даже просто ежика здесь встретишь не везде. Но если вы котенок, и вас зовут Василий, то лучше, чем Воронеж, нет города нигде. Слова из той самой знаменитой песни. Ну, и я предлагаю тебе, Василий, вместе со мной кубик собрать. Вот. Давайте попробуем вместе, чтобы я вот вместе с этим чудом собрал кубик. Буду пользоваться помощью его левой лапы и своей левой руки. Вот. Так, давай. Крутим с тобой. Это он собирает, заметьте, не я собираю. Четко видно, да, в кадре, что это он собирает? Конечно. Вот. Отлично. Ну вот, крест мы с котенком Василием уже собрали. Теперь надо собирать дальше. Ага. Здесь у нас два пивкафа. Не знаю, сколько продлится эта сборка. Но он же котенок, он делает это первый раз в жизни, наверное. Я надеюсь, что у него все получится. Я ему, естественно, чуть-чуть помогаю, как и всем детям, которых я учу собирать кубик. Кстати, один из них совсем рядом. Его зовут Рома. Вот он на ваших экранах. Так, котенок немножечко ошибся, не в ту сторону покрутил. Но мы это исправили уже. Вот. И практически загнали первую пару. А теперь уже не практически, а загнали. Правда, не в свой слот. Но ничего, потом исправим ошибку. Так. Ищем вторую пару. Вот она у нас. Вот. Вот. У котенка очень неплохо получается собирать кубик. У меня, правда, конечно, чуть-чуть побыстрее. И у Саши, который снимает это видео, тоже побыстрее. Кстати, Саше огромное спасибо за то, что он меня сюда привел. К этому легендарному месту. Ну, а пока мы с Василием собираем кубик, хочется передать привет Косте Скуратову. Волгоград. Он меня просил, когда я побываю в Воронеже, обязательно прийти в это легендарное место на улицу Лизюкова. Именно так и называется мультик. Котенок с улицы Лизюкова. И вот, Костя, я здесь и отсюда передаю тебе привет. И не просто передаю привет, у меня есть для тебя сюрприз. Когда я приеду в Волгоград, я тебе его обязательно подарю. Вот, друзья. Что касается всех остальных, хочу вам сказать, что если вы не видели этот мультик, обязательно его посмотрите. Обязательно. Потрясающий мультик. Вот, мы уже с котенком Василием делаем ОЛЛ. Вот, вот он так покрутил Лондон, переднюю грань. Теперь правую грань крутим. Верхнюю грань, опять правую. И возвращаемся из Лондона. Вот так вот. Так, ну что нам... Ну, где-то минут на пять еще, если не против. Можно на две секунды? Да, конечно. Сейчас нас тут просят паузу выдержать, чтобы сфотографироваться. Давай, отойдем в сторону. Не одни мы пришли к этому памятнику, что, собственно, неудивительно. Грех не побывать в Воронеже, если... То есть, грех не побывать у этого памятника, если вы в Воронеже. Вот, еще люди тоже подходят. Тоже сфотографироваться. Потрогать, погладить этого милого зверька. И ворону тоже. Но мы с котенком обязательно дособираем кубик, как бы то ни было. Я пока ничего не кручу специально. Вот такая вот милая сцена. Делаем алгоритм, который называется глазки. Делаем вместе, дружно. У котенка не всегда получается сразу покрутить нужную грань. Иногда он ошибается. Но я ему в этом помогаю. Вот так. Ну что, и остается нам PLL доделать. Посмотрите, у нас уже собрана верхняя грань. Желтая. И тут котенок ускоряется, потому что алгоритм очень быстрый и удобный. Делается через RU. То есть, вращение только правой и верхней грани. Ну вот, и теперь остается уже совсем чуть-чуть. Смотрите, кубик практически собран. И последнее движение. Ну и теперь у меня появился еще один вот такой вот замечательный ученик, который точно так же, как и многие дети нашей страны, да и не только нашей, научился собирать кубик по моей методике. Вот. И приятно, что это вот такое вот милое существо, легендарное, из знаменитого советского мультика. Ой, кстати, хвостик мой вот длинный какой. Давай хвостик заснимем. Как он вообще сзади выглядит? Все с ним спереди фотографируются, а у него такая чудесная спинка полосатенькая. Котята любят, когда их по спинке гладишь. Ну, хвостик. Стоит отметить, что совет, кто-то сделал маникюр. Воронь. Ой, совет, воронь. Вот. Даже я, точнее, даже не уверен, маникюр это или педикюр, потому что непонятно, где у совы задние, где передние лапы. Наверное, крылья это руки, а лапы это ноги. Поэтому, скорее, это педикюр, нежели маникюр. Ну вот. Такая вот красавица. Сову я в следующий раз научу кубик собирать. Точнее, сову. Почему сову? Ворону. Потому что я уверен, что в Воронеже я не последний раз. Саше, который снимает это видео, желаю еще раз организовать соревнования, а еще лучше не раз. Ну и я на них обязательно приеду, и мы еще раз увидимся и с Сашей, и с Ромой, и с Василием, и с Вороной. Вот. Ну, и на этом, наверное, стоит закончить это милое видео из Воронежа. Всем привет и до новых встреч.